Подпольный самсе на улице Хуральска не место. Прокуратура и СС собираются ликвидировать все незаконные точки продажи самсы и другой выпечки. Фастфуд, который готовится в полной антисанитарии, все равно пользуется огромной популярностью среди горожан. Особенно среди школьников и студентов. Дешево и сердито. Но как выяснилось, в городскую СС все чаще стали поступать письма с жалобами по данному поводу. В итоге было решено провести рейд по точкам продажи самсы с нарушениями санитарно-гигиенических норм. Прохожим давно известно, где самса повкуснее, где подешевле и где заветные окошки открыты всегда. В рейд по таким местам вышли сотрудники СС и прокуроры. И на первой же точке выяснилось, что вышли не зря. Во-первых, мобильный киоск был установлен незаконно. Во-вторых, у продавцов не было никаких документов на товар. С этим вопросом они отправили проверяющих к хозяину, до которого, кстати, дозвониться так и не удалось. И в-третьих, невооруженным глазом было видно, что в этом ларьке с такими понятиями, как безопасность и чистота, вообще не знакомы. Реализация самсы идет с нарушением всех генических правил. То есть не соблюдена личная гена, отсутствие канализации, отсутствие водоснабжения, отсутствие вентиляции. У продавцов на сегодняшний день отсутствует спецодежда при работе и отсутствие медицинских книжек. Хранение продуктов происходит с нарушением всех требований. На второй точке ситуация в точности повторилась, только масштабы производства еще шире. Правда, тут дождаться хозяина помещения удалось, и на его имя был составлен административный протокол. В ходе проверки полномочным органам установили факты грубого нарушения установленных санитарных норм и правил Республики Астан, в частности, производство и реализация самсы без наличия разрешительных документов. Так что прежде чем купить в ларьке самсу или любую другую выпечку, стоит сто раз подумать. Сотрудники прокуратуры и работники СЭС пообещали объехать все 12 мест, в которых, по их мнению, самсой торгуют незаконно. Точки, где удастся выявить какие-либо нарушения, будут ликвидированы. Материалы переданы в суд, а самих хозяев будут ждать штрафы. Антон Киселев, Деурен Дюсимбиев, Рустам Жумашев, телеканал ТДК-42.